Здарова народ, с вами Кирилл Саакаст, вы на канале Крипто Геймерс. Сегодня поговорим про крайне интересный проект по названию Fatboy. Это плейтен меми тамагочи. Такое мощное объединение, потому что здесь идет сама по себе вся стилистика, задумка в меме, но концепция это гимифай. То есть два разных рынка объединили в один для того, чтобы привлекать больше аудитории. Как раз таки в этом видео посмотрим, что это за игра, расскажу про все нюансы. А также в конце этого видео будет небольшой розыгрыш. Советую этот ролик досмотреть до конца. Ну а перед началом по традиции, лайк, подписка, либо комментарий для продвижения контента. Для начала давайте изучим сайт проекта и посмотрим полностью всю экосистему. Игра будет адаптирована под мобильные устройства, это App Store и Google Play. Кто не знает, и сама вообще концепция тамагочи, то есть мы должны выращивать своего питомца, делать его счастливым и основная идея то, чтобы он не должен умереть. Тут как раз таки у нас будет вот такой вот толстячок и будут разные активности для него. Нужно будет его кормить, дальше у него будет всякие там физподготовки, то есть какую-то делать он будет активность. После чего нужно будет за ним ухаживать, то есть его мыть. И в конце мы отправляем его отдыхать. Сверху можно посмотреть то, что у нас будет шкала счастья, его сытости, активности, насколько он чистый. Последняя шкала скорее всего отвечает за его усталость. То есть если он спит, соответственно у него полностью эта шкала заполнена. Сама по себе идея тамагочи, как я считаю, она реально интересная, потому что не все хотят разбираться в сложных тонкостях, геймплейных элементах, где нужно будет тратить большое количество времени для того, чтобы что-то зарабатывать, с кем-то соревноваться. Чем проекты по концепции проще, тем более они адаптированы под мобильное устройство. Зашел, потыкал, заработал. Это как раз таки самое то. Именно для привлечения большого количества аудитории. В white paper проекта мы можем посмотреть то, что мы будем решать в игре разные задачи, то есть удовлетворять все потребности нашего тамагочи, после чего наш фэтбой будет нас вознаграждать токенами фэйти. А это как раз таки основные управленческие токены проекта. Сама по себе картинка она яркая, то есть это сделано в тематику меми. Если перейдем чуть ниже, можно посмотреть то, что есть еще разные персонажи по редкости. Допустим, фэтмаск это ультраведкий, фэтким это рарка, есть всякие эпики, коммунки и так далее. То есть это уже классика. Разработчики фэтбоя для продвижения своего проекта сделали еще отдельно это музыкальный клип. То есть полностью я его конечно смотреть не буду, потому что он довольно таки длинный. И ссылки я оставлю все под описанием. То есть тут если посмотрим, много всяких меми персонажей. И из интересных моментов, это как раз таки один из актеров. То есть если перейдем, это действующий UFC боец, Джири Прочаско. У него был бой с пиеллера, где была подготовка. И в этой подготовке такая промо-акция, поддержка проекта, то что он принимал участие в съемках данного трейлера. То есть можно все посмотреть. Дальше уже пошла его тренировка к данному бою. Это конечно интересный маркетинговый ход. Студия, которая занимается разработкой проекта, это Клевио. Они сделали больше 120 проектов и свыше 15 лет на рынке. Это конечно внушительные цифры. Команда это интернациональные специалисты, которые входят в Moon Life Labs. Многие из вас, я думаю, помнят эту команду, потому что кто следит за всеми роликами, я делал обзор по Space Ketch. Это игра с дополненной реальностью. То есть что-то типа Pokemon Go. У них был АТХ, это X75. Там только студия разработчиков была не Клевио, а Pixel Field. Они потому что больше специализированы на дополненной реальности. Я кстати посмотрел, то что у них сейчас выходит. Это Fat Boy и будет еще проект Run Vega. Не знаю, что это за проект, но судя по названию, это напоминает мне Move to Earn. То есть разработчики здесь прям берут самые такие хайповые тематики. Pokemon Go, Tomagochi, Murtry Earn и стараются развивать это направление. Это конечно для масс-адопшена, для привлечения аудитории, я считаю, самый правильный подход. Потому что чем больше есть изначально аудитории в какой-то тематике, ее будет проще подцепить и привлечь к проекту с Web2 на Web3. Хочу добавить один момент по Space Ketch и вообще в целом по команде Moon Life Labs. Насколько быстро они принимают решение. В Space Ketch 29 числа был взломан контракт. Уже 30 мая, то есть буквально проходит тут около 24 часов, то есть за один день они полностью закрыли дыру, то есть 200 тысяч долларов они сказали то, что у них украл хакер, после чего принимают решение, то что они будут это все естественно компенсировать, это понятно, будет замена токена, она будет идти один к одному на свапе. То есть быстро, оперативно принимается решение, после чего проблемы, которые были, они устраняются. На самом деле взломы довольно-таки распространенная вещь в крипте, очень много проектов ломают, когда особенно запускаются всякие стейкинги, мосты, это в основном уязвимые источники, которые хакеры пользуются и воруют деньги. Я помню, даже у Axie Infinity украли огромное количество денег, и тут уже решают, насколько команда оперативна, и главное, правильно принимает решение, потому что зачастую некоторые разработчики могут написать, это все хакеры, мы не виноваты, то есть мы ничего восстановить не сможем. Здесь как раз-таки мы видим обратную сторону медали, то, что разработчики пытаются максимально устранить ситуацию, которая возникла, то есть идет полностью компенсация, которая устроит ранних инвесторов проекта. Сам проект находится еще на стадии разработки, но после предварительной продажи токенов в ПЭТе, который сейчас идет и до ТГЕ, каждый участник сообщества получит возможность принять в публичном бета-тесте. Тут еще будут награды в размере 1% токенов. Давайте посмотрим, кстати, еще небольшие геймплейные элементы, то есть это шорсы, то есть мы, допустим, поставили себе просмотр TV, а показано общее время, то есть это вот так вот выглядит. У нас тут какая-то неприятная ситуация, написано, что это рандомный ивент, получается персонаж отравился. Есть просто какой-то перекус, то есть мы нажимаем принять пищу, показано время, после чего нам нужно будет делать какое-то еще действие, то есть проходит 2 часа, может быть какие-то перекусы будут длиннее по времени, может быть какие-то меньше, то есть это уже нужно будет осмотреть по геймплею. В экосистеме проекта, помимо тамагочи, будет еще идти отдельный проект, который будет поддерживать управленческие токены в ПЭТе, это Фатбот, он будет специализироваться на торговле меми и альтами. Если посмотрим, тут будут разные привилегии для владельцев токены в ПЭТе, давайте немножко посмотрим в вайтпепере про торгового бота. Фатбот обеспечивает большее технологическое преимущество, снайперски выполняя дера на покупку новых торговых токенов меми во первую секунду. На самом деле в вообще токенах меми, в продаже, кто им занимается, там важно именно узнавать то, что новый токен вышел, на нем все хотят заработать, зачастую его покупают, цена может идти резко вверх, 10x, 20x, 30x, потом буквально проходит пару минут, этот токен обваливается, и про этот токен все забывают. Думаю, многие из вас видели неоднократно такие примеры. Тут нужно понимать, чем бот будет давать более быструю информацию, именно про выход такого токена, его купить на низах, это конечно штука будет интересная. Если посмотрим, тут показано то, что держатели токена ПЭТе получат премиальный уровень для этого бота, это автоматизация скринника и снайпинга меми. Также это доля дохода в виде 50%, который генерирует сам ПЭТ-бот. Он будет выплачиваться ежемесячно в токенах SOL и ETH. Если посмотрим разработчики данного бота, это будет уже ClavioX. Как я понимаю, это отдельное их направление по Web3 в индустрии торговых ботов, но и ниже показана полностью вся их команда. Разработчики запустили пресейл их основного управленческого токена ПЭТе, который будет поддерживаться во всей экосистеме. Если посмотрим, актуальная цена на сегодняшнюю продажу, это 0.019. Его финальное будет составлять это 0.030. Они уже продали на 1 миллион 828 тысяч, хотят собрать это 2 миллиона 400. Тут идет поддержка в эфире, арбитриуме, BNB. Если посмотрим по тэкономике, как раз таки у команды будет TGE 0, идет клип 6 месяцев и будет линейный разлог в течение 3 лет. То есть это конечно разлог очень толкий и команде выгодно будет то, что их токен должен расти, потому что иначе, если за этот период проект будет существовать меньше 3 лет, соответственно по линейному разлогу команда мало получит. Если посмотрим, идет четвертый раунд, потому что цена составляет 0.019. Будет TGE это 5%, то есть от суммы, которую мы с вами купим, 5% мы сразу получим и можем эту прибыль зафиксировать. Дальше будет идти клип 3 месяца, после чего у нас будет линейный разлог в течение 17 месяцев. Листинг токена FETI планируется на 4 биржах ТИР 1 уровня, это третий квартал этого года, то есть ждать естественно недолго. Они хотят получить 15 тысяч уникальных покупателей токена, после чего у них будет предварительно запуск перед TGE, это публичное тестирование для получения дохода, то есть там как раз таки мы видели то, что они выделили, это 1% токенов для вознаграждения. Естественно будем залетать и тестировать игру, я думаю то, что сделаю либо отдельное видео, когда будет уже запущен бета-тест, либо будет пост в TGE, поэтому друзья подписывайтесь, там информация выходит больше, чем на YouTube. На сайте игры можно посмотреть, то что они проходили 2 аудита безопасности, один из них это Сертик, получили Gold Status, сама по себе проект разрабатывается уже около 2 лет, есть Kayvashi, то есть личности все подтверждены. По поводу покупки токенов, лично для себя я уже определился, то что этот проект мне понравился, именно сама идея Tomoguchi, хоть концепция именно торговых ботов, она мне не близка. Мой реферальный код дает дополнительно 5% к приобретению токенов, тут добавлю то, что покупка токенов NFT на ранней стадии, это всегда высокорискованные активы, можно заработать, можно потерять, нужно принимать самостоятельные решения. По поводу розыгрыша, у нас будет 2 победителя, они получат по 15 баксов, нужно под этим видео написать любой комментарий от 5 слов с названием Fetty, итоги буду подводить в своем телеграм канале. На этом все, ставьте лайки и всем удачи!